Здравствуйте! Вас приветствую! Дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Вполне объяснимо, что за несколько дней до Нового года большая часть фотографий, которые присылают нам телезрители, так или иначе относятся к празднику. К примеру, Анастасия Брантова рассказала о том, какую елку они установили у себя во дворе. Прямо скажем, не пожалели местные жители украшений для зеленой красавицы. Тем временем Надежда Дмитриева поделилась с нами фото, которое она сделала в трамвае 11 маршрута. Итак, утро и водитель, всем своим видом поднимающий настроение и пассажирам, и тем, кто его видит с улицы. Ну а теперь одно из самых лучших снежных творений из тех, что мы видели в этом сезоне. Фото и видеоматериал прислала нам Валентина Хлыстова. Слеплено с любовью и снято в деревне Большой Буртым, неподалеку от Лобаново. С наступающим годом металлического быка. Мы по ним еще соскучиться не успели, а они тут как тут. Поджидают нашу съемочную группу и всех остальных прохожих на крыше дома номер 14 по улице Соломина. Обычно мы такие огромные сосульки где-то ближе к весне снимаем, а нынче, смотрите-ка, в конце декабря. Ну раз уж сосульки появились, то и ограждение должно рядом с домом появиться. Ну или хотя бы какое-нибудь объявление, предупреждающее об опасности. Когда электрическая опора на остановке Обросова начала сдавать свои позиции, то ей тут же оказали необходимую помощь, а именно подперли деревянной доской. Но, как вы знаете, нет у нас ничего более постоянного, чем временное. Никаких других мер по поводу этого столба никто не принимал. Опора стоит? Стоит. Не падает? Не падает. Пока ее выдерживает доска. Приезжайте, у нас все готово, написали нам жители дома номер 4 по улице Халтурина. Когда они только-только начали оформлять свои подъезды, мы в этот двор заезжали и снимали сюжет. Сейчас не только двери и водосточные трубы расписаны, но и появились адресные таблички на каждом козырьке. Вот в таком нарядном состоянии эта, казалось бы, обычная пятиэтажка встречает Новый год. А сейчас пришло время назвать имя очередного победителя нашего конкурса на лучшую новость недели. И это Флюра Бакиева, приславшая нам фоторепортаж с фестиваля снежных фонарей, который прошел в саду Соловьев. За эту интересную новость Флюра получают в подарок медовый торт марки Эрнест. Весело провести Новый год можно дома в кругу семьи, наслаждаясь любимыми фильмами и вкусными тортиками. Медовый торт с вареной сгущенкой от Эрнест подойдет идеально. И на этом заканчивает свою работу наша дежурная бригада. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова